Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Спильчивость и неконтролируемая злость на фоне ревности очень усложняют жизнь. Постоянное напряжение, не прекращающиеся головные боли, взрываются от любой мелочи, будь то дуновение воздуха или рандомный человек. Вымещают злость на себе, я постоянно себя травмирую, часто доходят до переломов из-за трясений, от порезов живого места на теле нет. Меня это дикому выматывает, но успокоиться не могу. Невозможность расслабиться и злить ещё больше. Почти ежедневно носовое кровотечение часто бывают обмороки. Периодически возникает желание спрятаться от этих нервов и это опять приводит к истерике. Замлетый круг. С человеком не общаемся, никак не контактируем. Я сама ему отказала два года назад. Сильно поругалась, он не идёт на примирение. Он тяжёлый человек, а я не знаю, что вообще мне надо. Он год в отношениях с какой-то девкой, общается с кем-то, пересекался. Я зверево от этого ничего не могу сделать. Просто злюсь. Он мне не нужен, даже неприятен. Никогда не было к нему ни грамотности, но нужно было его внимание. Он слишком независим и всегда хотелось его привязать к себе, чтобы он был мной одержим. Это осталось мыслями, потому что прилагать усилия я не хотел. Но раз мне он не нужен, быстро не принадлежит никому. Убиваю чувство обречённости. Я слишком запутываюсь в горах и навязчивых мыслей. Силы же нет ни на что. Злость отравляют надоело ощущение пустоты и захламлённости одновременно. Чувствую себя запертой. Подскажите, что делать в такой ситуации. Ну смотрите. Как бы вы обращаетесь за помощью в ситуации для себя достаточно критической. То есть это критическая ситуация. То, что вы описываете. И соответственно, сейчас, когда у вас идёт достаточно сильно, как мне показалось, Реакция, да, я думаю, что имеет смысл обратиться к врачу, к психотерапевту, Психиатру, либо клиническому психологу. Чтобы вам назначили, во-первых, чтобы вас проверили. Дали вам диагноз. Если он у вас есть. Вот. Вот. И чтобы вы могли дальше с этим что-то делать. Вот. Потому что сейчас, ну, сейчас вам откровенно тяжело и больно. это понять в общем и целом можно довольно легко. Ваша основная задача сейчас это снять то эмоциональное состояние. Своё. И физическое, кстати говоря. Тоже. Вот. Чтобы вам было легче. Чтобы вы так не страдали. Чтобы вы не наносили себе увечья. А дальше вам, конечно, предстоит разбор с психологом своей ситуации. Дело в том, что то, что вы описываете, я уверен, началось не вчера и даже не два года назад. То, что вы описываете, началось давно. На мой взгляд, задолго до появления этого человека в вашей жизни. Вот. Ключик. Как мне кажется, к пониманию вашей ситуации находится именно в потребностей во внимании. То, что вы хотите во внимание. То, что вам нужно во внимание человека. При этом вы сами понимаете, что он вам не интересен. Хочется, чтобы он был вами одержим. Подобная модель поведения связано, как правило, с очень сильным обесцениванием себя, то есть вы себя очень сильно обесцениваете, неуверенность в себе, страхи, чувство, что вы недостойны, а ситуация, которую вы описываете, это только подкрепляет, к сожалению, да? Вот отсюда такая вот у вас реакция. У вас много боли, много, как бы сказать, невыраженных, недодуманных чувств, вот, то есть, почему навязчивые мысли. Потому что вы их не додумываете до конца, твои мысли. Вы говорите, что не знаете, что вам нужно, и, вероятно, это связано с неимением личностного смысла. Возможно, у вас его никогда не было. То есть вы всегда, возможно, себя обесценивали. А может быть, вы его потеряете? То есть тут нужно смотреть, из какой среды вы пришли. А с какими ценностями вы пришли? Вот натурально. Натурально. С какими ценностями вы пришли? Какой вы человек? Вот. Ну и, конечно же, и с ревностью. И с агрессией нужно работать. То есть это психотерапия вам нужна. Но сначала, конечно, к врачу. Сначала, конечно, обратитесь к врачу. Я думаю, что снятие острого состояния вам необходимо. Вот. И учиться. Учиться. Проживать свои чувства. Учиться говорить о них. Выражать их. И замечать, что вот есть еще. Помимо, например, той злости, которую вы чувствуете. Нужно замечать, что есть еще. Из вашего рассказа такие вот достаточно наводящие вопросы. Вот вы пишите, что я сама отказалась человеку два года назад. То есть чего-то испугалась. Сильно поругались, он не идет на примирение. Почему, если вы поругались, он должен идти на примирение? Да? То есть в ссору вносит вклад оба партнера, вы в том числе. Он тяжелый человек, я не знаю, что мне вообще надо. Ну, давайте разберемся, что вам вообще надо. Дальше. Вы пишите, значит, я злюсь. Давайте будем злость проживать и увидим, что там в злости еще. Мы увидим, что в злости, вместе со злостью точнее идет. Вот. Ну, я думаю, будет понятно. Вот вы пишите, он слишком независимый, хотелось его привязать к себе, чтобы он был одержим. А для чего? Чтобы не остаться одной. Вот. Далее вы пишите, предлагать усилий я не хотела. Почему? Страх. Вы пишите, раз он мне не нужен, будет мне принадлежить никому. Это ваша мысль, то есть вы как репозиции торносятся сами. Давайте вот начнем с этого потихонечку. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам, всего самого доброго.